Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина – самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данила Гальпирович знакомим вас с самыми важными новостями о войне в Украине и говорим о мировой реакции на все, что происходит. Данила, привет! Привет, Ксюша! Да, мы говорим о, в частности, фиксировании военных преступлений на территории Украины. Независимыми экспертами мы говорим о самых разных поставках вооружений в Украину с Запада. Также мы говорим о том, что происходит, связанное с Украиной в России. Но начинаем мы, как всегда, с того, где стреляли, как развиваются военные действия, все, что известно из открытых источников. Ксюша, что у тебя есть? Продолжаются обстрелы Харькова. Этот город находится в постоянном напряжении, как сообщают местные власти. Сегодня в одном из жилых районов от обстрелов погиб человек, еще трое получили ранения. За минувшие сутки в Запорожской области под обстрелы попали три населенных пункта, пять человек там получили ранения. В частности, в селе Доброполье в результате обстрелов были разрушены три частных дома. Также российские военные нанесли ракетный удар в ночь на 7 июня по центру Курахова в Донецкой области. В результате обстрела пострадала городская инфраструктура и, опять же, жилые дома. По словам мэра города, снаряд упал прямо рядом с детским садом, задев это учреждение и, как я уже сказала, некоторые дома. В северодонецке продолжаются уличные бои, о которых мы рассказывали еще на прошлой неделе. То есть ситуация там по-прежнему очень напряженная, и россияне стягивают туда все больше сил. Об этом сообщил в эфире национального телемарафона глава Северодонецкой военной администрации Александр Стрюк. «Ситуация очень сложная», — сказал он. «Наши вооруженные силы закрепились на позициях, удерживают город, те рубежи, которые они заняли, но вместе с тем бои не утихают». И на этом фоне американский институт по изучению войны заявил о том, что ситуация в Северодонецке остается неясной, и контроль над городом переходит фактически из рук в руки сейчас. Ну вот у меня еще есть данные, что российская армия обстреливала Лисичанск, при этом они попали в гражданские объекты, в рынок, колледж и школу. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Вот я его цитирую. Несколько часов спасатели ликвидировали возгорание торговых павильонов рынка общей площадью тысячи квадратных метров. Пламя удалось обуздать лишь ближе к вечеру. Это все произошло накануне. В Лисичанске были ранены. Ну вот, как я сказал, общеобразовательная школа подверглась обстрелу. Продолжается по-прежнему обстрелы гражданских объектов. Это, как и многое другое, то, что совершают российские военные, является военным преступлением, неизбирательный обстрел гражданского населения. И, естественно, все это будет учитываться международными наблюдателями, которые приезжают в Украину для того, чтобы фиксировать нарушение прав человека, военные преступления, преступления против половой неприкосновенности и так далее. 7 июня в Украину прибудет первая миссия членов независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека. Об этом тоже накануне в Нью-Йорке на заседании Совбеза ООН сказал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. И он сказал, что эксперты ООН должны посетить несколько мест в Украине, чтобы получить из первых рук информацию о возможных нарушениях прав человека, злоупотреблениях, также встретиться с жертвами, свидетелями, вынужденными переселенцами. Ну и он отметил, что жалобы на сексуальные преступления, совершенные российскими войсками, зафиксированные в Донецкой Запорожской, Киевской, Луганской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях. И среди жертв российских насильников были и несовершеннолетние, и пожилые женщины. Также зарегистрированы смертельные случаи, как сказал Кислица. Ну и надо сказать, что там же выступала постпредс США при ООН Линда Томас-Гринфилд, которая заявила, что Россия должна прекратить изнасилование, насилие в целом и злодеяние, совершаемое российскими войсками. Это, в общем, уже независимыми экспертами также доказано, что изнасилования на оккупированных территориях происходили. И даже иногда российские солдаты снимали это на видео. Как сказала Линда Томас-Гринфилд, от этого кровь стынет. Очевидно, что в ООН разворачивается кампания по гораздо большему, насколько это возможно, озвучиванию сути российских военных преступлений в Украине. Преступления продолжают совершаться и на тех территориях, которые сейчас оккупированы. Об этом становится известно. В частности, постоянная представительница украинского президента в Автономной Республике Крым Тамила Ташева сообщила во время брифинга в медиа-центре о том, что на территории Херсонской области находится около 600 человек, которые фактически являются заложниками и находятся в специально оборудованных подвальных помещениях, фактически пыточных. По ее словам, в Херсоне находится около 300 человек, остальные на территории области. И она отметила, что это в основном журналисты и активисты, которые организовывали проукраинские митинги на территории Херсона и на территории Херсонской области. И еще несколько новостей именно оттуда, из Херсонской области. Мы рассказывали о том, что происходит с местными школами, как новоявленные власти, так называемые, пытались собрать учителей на такую лекцию специальную, где пытались разъяснить им, как дальше учить детей. Но очень многие учителя встали и вышли и сказали, что они не будут сотрудничать, отказались. Так вот, сегодня сообщается, что оккупационная администрация Херсона провела собрание директоров местных школ, на которых им было предъявлено требование с 1 сентября начать учебный процесс по российским образовательным программам. И на этом фоне замглавы администрации президента России Сергей Кириенко посетил Херсонскую область и заявил, что регион планируется присоединить к России. Об этом пишет сегодня издание агентства и ссылается на запись депутата Госдумы и координатора Единой России по молодежной политике Игоря Костюкевича. Он об этом написал. Согласно сообщению в его телеграм-канале Кириенко заявил, что включение региона в состав России будет полноценным, цитирую, по аналогии с вхождением Крыма. Ну да, вот то, что Кириенко туда приехал и всяческие обещания раздал и так далее, очень вдохновило подчиненных ему назначенных Москвой так называемых глав местных администраций пророссийских. Ну, то же самое, что Россия сделала в Крыму. И эти самые администрации вместе с российскими, видимо, администраторами, вместе с подчиненными Кириенко и так далее, уже начинают разворовывать украинское имущество. И даже об этом сообщают, как-то не стесняясь. Они вообще сообщают о многом, что во всем мире за пределами России рассматривается как преступление, как и бомбардировки чужой территории и чужой армии, которой никакая война не объявлена, объявлена якобы какая-то спецоперация. Ну вот первый железнодорожный состав отправился из подконтрольной части Российской Федерации Запорожской области. Вагоны загружены зерном. Об этом сообщил вот один из этих новонадзначенных чиновников, некий Евгений Балицкий. Он называет себя главой военно-гражданской администрации Запорожской области. Кстати, совсем недавно, когда мы рассказывали о том, что теракт был совершен, ну, российские власти об этом сообщали не как о теракте, когда взрыв был рядом с машиной. Так вот, по некоторым данным, эта акция была направлена именно против господина Балицкого. Да, ну вот он сегодня, несмотря на все эти акции, цитирую его с гордостью и радостью, сообщаю вам первым о том, что состав в направлении Крыма пошли первые вагоны, железнодорожные вагоны, с зерном с Мелитопольского элеватора. Это он сказал у пропагандиста Соловьева в его эфире. Ну и надо сказать, что вот такие открытые признания, они, конечно, пойдут в копилку того, что Россия делала с Украиной во время этой войны. Это всегда собирается на сайте ФСБ, например, российского. Сейчас есть довольно обширная статья о том, что гитлеровская Германия делала в Украине во время Второй мировой войны. Там подсчитаны, что вывозилось, в том числе и зерно из Украины, какая рабочая сила и так далее. Ну вот такой же подсчет будет и про действия России на украинской территории сейчас. При этом в Россию, конечно, жители Херсонской и Запорожской областей заманивают. Им, например, отменили пошлину при подаче документов на получение российского гражданства. В Херсонской области тоже есть такой глава военно-гражданской администрации, назначенной Россией. Его зовут Владимир Сальдо. Вот он сказал, что Сергей Владеленович Кириенко, я сейчас цитирую этого Сальдо, сказал, что им с Балицким был ответ на их запрос снять пошлину на выдачу паспортов, и люди не будут платить эти 300 рублей, потому что это достаточно большие деньги при отсутствии зарплаты, сказал Сальдо в эфире проекта «Соловьев Лайф». Ну вот сначала людей лишили зарплаты, разбомбив их места работы, а теперь им разрешают 300 рублей не платить, чтобы паспорт российский получить. Надо сказать, что охотников немного. Это официальное российское агентство сообщает. В Херсонской области Центр приема документов уже обработал 400 заявок, но для довольно большого региона это незначительное число. Тем временем Мариуполь оказался на пороге вспышки холеры. Об этом сообщают сегодня многие украинские СМИ, в частности, большая публикация есть в издании «Новое время». В захваченном и полностью разрушенном Мариуполе, где россияне не могут восстановить базовую городскую инфраструктуру, растут риски масштабной вспышки холеры и других инфекционных заболеваний. Собственно, и ранее говорили о том, что возможны вспышки разных инфекционных заболеваний в Мариуполе из-за того, что долгое время людей хоронили где придется, во дворах. И после этого, ну, конечно, там воду опасно пить, и распространяются разные болезни. Тем более, что происходило это все в холодное время, еще там в феврале-марте, а сейчас наступает жара уже в июне. Представители мэрии города заявили в официальном телеграм-канале, что десятки тысяч смертей от эпидемии холеры – это, к сожалению, потенциально реальный сценарий для оккупированного Мариуполя. Но я имею в виду представителей украинских. И советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал в эфире телемарафона, что российские оккупационные власти уже начинают закрывать город на карантин. Вероятно, как раз из-за первых данных о распространении холеры. Ну, Украина при этом говорит о том, что, конечно же, необходимо контрнаступление и полная деоккупация территории на юге и востоке Украины. Но Владимир Зеленский, президент Украины, сейчас сам сказал, что для перехода в наступление у Украины нет нужной ей тяжелой техники, которую она ожидает от Запада. Ну, а чтобы осуществить это контрнаступление, еще и нужна живая сила, то есть необходимо сформировать шесть новых бригад общей численностью 25 тысяч человек. Это заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью Financial Times. Он сказал, что вот шесть бригад численностью 25 тысяч человек для контрнаступления нужны и еще сотни ракетных установок, артиллерии, самолеты, танги, тысячи беспилотников. Надо сказать, что Запад несколько медлит с отправкой Украине тяжелого вооружения, но нарастают, тем не менее, эти поставки. По состоянию на начало июня США поставили Украине вооружение и военную технику на сумму более 4 миллиардов долларов. Это данные Конгресса США. И в рамках этих средств, в частности, Киев получил более 6,5 тысяч джавелинов. Это переносные противотанковые ракетные комплексы, уже легендарные гранатометы AT-4. Почти полторы тысячи переносных зенитных ракетных комплексов Stinger. И, кроме того, на подходе или уже доставлены в Украину 4 реактивные системы залпового огня HIMARS, 121 тактический ударный беспилотник Phoenix Ghost и еще 700 беспилотников Comigatze Switchblade. Это довольно много, в общем, еще 200 бронетранспортеров и так далее. То есть техника есть, она идет, вертолеты идут. Ну, а Польша поставит Украине оружие на рекордные за последние 30 лет 470 миллионов долларов. И, собственно, это контракт как раз на очень серьезное вооружение. Может быть, 60 самоходных гаубиц. Там будут еще другие вооружения. Об этом говорили сегодня министр государственных активов Польши Яцек Сасин. И с ним же был премьер-министр Польши Тадеуш Моровецкий. То есть уже это решено. BBC сегодня перечислила оружие, которое идет в Украину из Британии. Это ракеты относительно дальнего действия. То есть это реактивные системы залпового огня М270. И много противотанкового оружия. 5000 легких противотанковых средств нового поколения. Ракеты «Бримстоун». Это противотанковые ракеты малой дальности. Ну, и бронетехника, в том числе разные патрульные машины. Ну, по поводу оружия я бы еще хотела добавить. Газета «Нью-Йорк Таймс» написала о том, что западное вооружение прибывает в Украину быстрее, чем им успевают овладевать. И поднимает такую проблему, о которой, мне кажется, немногие задумывались. Вот я, например, об этом не задумывалась. Ну, наверное, я, в общем-то, никогда не имела дело, слава богу, с вооружением. Поэтому я не задумывалась о том, что может быть такая проблема. Так вот, оказывается, очень много действительно, как ты вот сейчас перечислил, оружие поставляют западные страны. А украинские военные не успевают быстро учиться, пользоваться этим оружием. И очень часто они просто интуитивно как-то овладевают этими знаниями, смотрят ролики в Ютьюбе, читают инструкции на английском. Они у всех хорошие английские. То есть им еще надо, чтобы кто-то переводил. Кто-то знает язык, кто-то не знает. Ну, и потом там термины. Все-таки, я думаю, что там не так просто прочесть такую инструкцию. Например, издание рассказывает историю сержанта Дмитрия Писанки и его бригады. Более месяца назад командиры его части приобрели новый инструмент – высокотехнологичный лазерный дальномер западного производства для помощи в наведении на цель. Но никто не знает, как им пользоваться. По словам Писанки, он пытался научиться пользоваться этим дальномером, читая инструкцию на английском языке и используя Google Translate. Но, конечно, это очень сложно. Но не только его история рассказывается в этой публикации. И, в общем-то, поднимается вот эта важная проблема. Военным украинским нужны какие-то курсы по обучению, пользованию этим оружием. В то время, как украинские военные подбирают слова для овладевания этим вооружением, ищут их в словарях, в Google и так далее, российские руководители слов особо не выбирают. И на поставки «Западом вооружения Украины» отвечают руганью, той, которую в классических книгах называют «площадной руганью». Это очень хорошее слово, да, руганью, визгом, ором. Да, ну как еще оценить выражение «ублюдки» и «выродки», которые использует человек, который в свое время посидел в кресле президента Российской Федерации? Я думаю, что у тебя что-то об этом есть, ты же лингвист. Да, а ты имеешь в виду, конечно, Дмитрия Анатольевича Медведева, для которого, как мы помним, свобода была лучше, чем несвобода в свое время. Да, для него даже гамбургеры в Америке были довольно вкусными, помнится. Да, и селфи он делал, и айфон он получал. Даже говорил «I'll be back». Ну вот теперь бывший президент и премьер-министр Дмитрий Медведев, занимающий сейчас пост зампреда Совбеза России, публикует действительно такие посты в своем Телеграм-канале. Меня часто спрашивают, почему мои посты в Телеграме такие резкие. Отвечаю, я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Я вынуждена опять это повторить. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли, говорится в записи. Медведев не пояснил, о ком конкретно идет речь. Все-таки это он Украину имеет в виду или это западные страны? Самое интересное, что у Дмитрия Анатольевича всегда есть нестыковка в рамках одного предложения. Вот как было отлить в граните, так и непонятно, собственно, если вот связывать это предложение. Это он свои посты ненавидит? Так это называется разнотык. Помнишь, он говорил, что в России основная беда – это разнотык? Ну вот у него разнотык в пределах одного поста в Телеграме, но надо сказать, что его выражения, конечно, были прочитаны и интонация их вполне верно понята Европой. В частности, глава МИД Италии Луиджо Демайо сказал, что слова Медведева содержат угрозу, что его слова, извините еще раз, об ублюдках и выродках неприемлемы, они противоречат диалогу, стремлению к прекращению огня и попыткам восстановить мир. Но я, правда, не знаю, где именно Луиджо Демайо увидел стремление к прекращению огня и попытке восстановить мир, но так или иначе он сказал, что это все неприемлемо, и эти слова нас беспокоят еще и потому, что они исходят от заместителя председателя Совета Безопасности России, назвал их угрозами. Очевидно, что есть некое соревнование между Медведевым, Володиным, Мироновым, еще рядом людей за крепкое словцо в социальных сетях по поводу того самого Запада, с которым, как говорят их начальники, в частности, самый главный начальник, собственно, на украинской территории России ведет войну против однополярного мира. Ну, мне кажется, что мы как-то логично подошли к нашей традиционной рубрике санкции. Да, я с удовольствием всегда читаю телеграм-канал ветерана российской журналистики, находящегося в Токио, Василия Головнина, который сообщил, что утром в Токио объявили 7 июля, что сегодня отменяются без особого разрешения все операции еще с двумя российскими финансовыми учреждениями. Это Россельхозбанк и Московский кредитный банк. Их уже под санкции поставили США. Ну, и вот Япония делает то же самое, что делают остальные страны Большой Семерки или некоторые из них. Вводится также запрет правительствам Японии на поставки в Россию товаров, которые, цитирую, способствуют укреплению промышленной инфраструктуры. Пока еще непонятно, что это означает, но, скорее всего, это высокие технологии, а также Япония, в общем, участвовала в довольно многих проектах тяжелой промышленности, я имею в виду, там, сталелитейной и так далее. Ну, в общем, вот, видимо, этого будут эти санкции касаться. Ну, Японии прилетела ответочка, как любят говорить в Москве. Москва, в свою очередь, приостанавливает действия российско-японского соглашения о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов. И это довольно серьезно для японцев, потому что первые послабления между СССР и Японией в сфере того, где можно японцам ловить все эти замечательные морепродукты, которые потом появляются у них на столах и во всем мире, первые послабления возникли еще в 1986 году. В 1998 году было заключено соглашение между правительствами России и Японии. В общем, тогда был расцвет отношений Москвы и Токио после встречи Ельцина и премьера Хосимота в 1998 году. Ну, вот, там есть техническое обоснование, но, опять же, разрыв знаковых связей, которые с СССР еще в процессе либерализации внутренней политики и внешней политики вводило в отношения экономически развитых стран. Вот Россия отползает от этого прогресса практически показательно. Продолжим тему отползания от прогресса. МВД России объявила в розыск по уголовным делам писателя Дмитрия Глуховского и политика соратника Алексея Навального Владимира Милова. Данные о Глуховском и Милове появились в базе данных розыска МВД. Известно, что оба они уехали из России после начала войны с Украиной. Они публично выступали против российского вторжения в поддержку Украины. Но Дмитрий Глуховский уже какое-то время не живет в России, то есть он не сейчас уехал. Так вот, Следственный комитет возбудил против Глуховского дело о фейках пророссийских военных. Это новая вот эта статья, которая не так давно появилась. Об этом сам Глуховский написал в своем телеграм-канале. Цитата. «В качестве отягчающих обстоятельств обвинение президента России в развязывании войны с Украиной. Готов повторить все, что там сказано. Остановите войну, признайте, что это война против целого народа и остановите ее», добавил писатель. Судя по цитате, приведенной Глуховским, поводом для дела стал его пост, который называется «Война против России». Он его опубликовал 6 апреля в Телеграме и в Инстаграме, по-моему, тоже. «Путин получает желаемое страну в анабиозе, которую он может править, покуда держится на ногах. Да, она будет нищей, отсталой, зато ее граждане будут безгласны и покорны, а свою недолгую несчастную жизнь сравнить с жизнью людей в других странах они не смогут, потому это заколдованное царство будет надежно отрезано от всего мира. И то, что после его смерти такую страну неизбежно ждет распад, его, похоже, уже не беспокоит. Путин выиграет войну против России, даже если проиграет войну с Украиной», говорилось в финале текста. И еще я добавлю тут, что продолжают штрафовать и присуждать даже к реальным срокам людей, которые выступают против войны. Вот, например, в аннексированном Крыму Судакский городской суд приговорил пенсионерку Валерию Гольденберг к двум годам в колонии-поселении по статье об осквернении могил. В начале апреля она вылила на могилу воевавшего в российской армии солдата Валентина Исайчева куриную кровь и фекалии. Ее арестовали 9 апреля, и сама Валентина Гольденберг объяснила свой поступок чувством мести и сочувствия Украине. Ну и вот важно, наверное, знать, что не только тем, кто выступает против войны, но даже и тем, кто выступает за войну в России, приходится часто не сладко, если их дети попадают на эту войну. Наши коллеги из издания «Медиазона» написали очередной материал про то, как уже почти два месяца родные моряков-срочников с подорванного Украиной крейсера «Москва» пытаются добиться от Минобороны России какой-то информации о том, что случилось с их детьми. Им отвечают, что сыновей среди спасенных не оказалось, тел на затонувшем корабле тоже не нашли, и предлагают подписать бумаги о признании их погибшими в результате катастрофы. Что наверняка означает, что это не участник боевых действий и так далее. Хотя была и другая информация, что вроде бы тех, кто был на Москве, хотят причислить к участникам боевых действий. Но так или иначе, то, как обращаются с российскими военнослужащими, которых послали воевать в Украину, их начальники, как обращаются с их родителями, уже есть огромное количество самых разных иллюстраций, в том числе и в статьях наших коллег. Но в то время, как мы уже сказали, российское руководство отгораживается от всего остального мира и клянет западные блага, айфоны и так далее, Украина, наоборот, все больше и больше открывается миру. На официальном сайте Apple появилось упоминание о поддержке украинского языка в Live Text и Voice Over. Речь идет об обновлениях, которые принесет iOS 16. Live Text – это функция, которая позволяет выделять, копировать текст на фотографиях и взаимодействовать с ним. Мне кажется, что это очень важно, хоть это такая, казалось бы, незначительная новость, но вообще любая новость о том, как украинская культура и украинский язык все больше и больше проникают в, так сказать, окружающий мир, в смысле в другие страны, не только в те страны, которые находятся рядом с Украиной. И об Украине все больше и больше узнают. Мне кажется, это очень важным, и особенно на уровне технологий. Да, конечно. Я еще знаю, что есть предложение сделать английский в Украине официальным языком делового общения, вторым, естественно. Но вот будет интересно, если в результате всего, что происходит, Украина настолько интегрируется в Европу, что уже все вопросы о ее формальной интеграции будут сняты со временем, в то время как Россия, скорее всего, будет помаленьку интегрироваться в Китай. На этом заканчиваем наш ежедневный подкаст «Украина – самое важное». С вами были Ксения Туркова и Данила Гальпирович. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. До встречи. Спасибо вам за внимание. Продолжим завтра. Субтитры создавал DimaTorzok